приветствую вас уважаемые друзья и коллеги по хобби хочу сегодня поделиться с вами одним очень интересным и вкусным рецептом засолки сала в банке по белорусски для этого нам понадобится полтора килограмма грудинки прожилками мясо на литр рассола нам понадобится 9 ложек соли лавровый лист смесь перцев тмин и головка чеснока сейчас подготовим рассол и нарежем сало хорошими такими крупными кусочками в заранее подготовленную кипяченую воду почти закипевшую высыпаем перец соль и лавровый лист теперь даем нашему рассолу закипеть и минут 10 проварим приправы чтобы они отдали весь свой аромат и вкус данному рассолу пока готовится наш рассол подготовим кусочки сала примерно и вот кусочки сала нарезаем нарезали грудинку вот такими вот кусочками а теперь подготовим чеснок чеснок будем нарезать довольно крупно половина чеснока будем укладывать в банку слоями а половина чеснока уйдет у нас горячий рассол готовый рассол высыпал половину нашего чеснока подготовленного и теперь влага на улице мороз выносим рассол на балкон быстренько охладить ну а пока наш рассол остывает подготовим кусава и уложим его в банку плотно набивать ламинат и рассол будет хорошо пропитать если плотно сало уложить так вот примерно закладываем значок добавляем мину ну а не менее ярко любит этот мин намного вот как-то как-то так запах одного чеснока мин когда зальем рассол рассолом напахнулся ну а и залив сало рассолом я убрал банку в холодное место на 5 суток в моем случае это было двое суток на балконе и трое суток в холодильнике сало я думаю отлично просолилась сейчас она красиво и аппетитно смотрится сейчас я рассол соли через дуршлаг и продолжим работать салом дальше сало теперь я его немного просушу влага вся с него побольше вышла сало получилось великолепно мягенькая спокойно протыкается ножом сейчас всякой нагрузочки отрезаем отлично просолилась очень хорошо все чувствуется в сале но это друзья еще не не конец сало пока убираю в сторону пусть она немного обветрится высохнет а я чтобы она была еще поострее сделаю свою любимую смесь теперь выдавлю чеснок на чеснокодавке тарелочку чеснока побольше делайте по своему вкусу я люблю когда чеснока очень много такую же процедуру сделаю и чесноком из рассола он не пропадал так он довольно крупными кусками здесь он будет все самое то теперь подсохшее наше сало берем и натираем хорошенько чесноком и тмином хорошо все натираем и выкладываем заранее подготовленные пакеты после того как все натрем уберем в холодильник в морозилку хотя бы на часик чтобы сало подмерзло когда она будет особенно вкусным очень-очень классный рецепт очень вкусный рекомендую друзья попробовать вот именно сделать таким способом и на рыбалку и в поход и на работу с собой брать самое то каждый натираем я примерно в каждый пакетик вожу по три кусочка сала подержал сальце в морозилке полчаса какая вот красота у нас получилось хорошие мясные кусочки теперь попробуем порежем попробуем на вкус какая красота сало подмерзло с одной стороны хорошо рассолчиком пропиталось сейчас возьму попробую и расскажу вам свои впечатления очень хорошо чувствуется вкус чеснока лаврового листа вот такой вот аромат перца отлично сало получилось огонь рекомендую попробовать по-другому вот 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 такое получилось в итоге сало рекомендую попробовать по моему рецепту я надеюсь вам сало очень понравится сало получилось мягким ароматным в меру соленым и очень вкусным рецепт очень 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 рекомендую попробовать на этом видео буду друзья заканчивать всех благ вам и вашим близким